причин головной боли может быть очень много и если мы с вами знаем причину то мы можем правильно с ней бороться здравствуйте сегодня с вами я татьяна виноградова кандидат медицинских наук доктор невролог и сегодня в нашей передаче под контролем мы с вами будем выяснять что же можно сделать чтобы избавиться от неожиданной головной боли первая неожиданная причина головной боли это изменение погодных условиях и очень многие люди могут предсказать что завтра послезавтра погода изменится мы в нашем медицинском сообществе называем это состояние метеочувствительность метеозависимость что же происходит в нашей голове если меняется погода ходит миф о том что сосуды сжимаются якобы под действием атмосферного давления но на самом деле это не совсем так у нашей с вами головы очень большая защита есть гематоэнцефалический барьер который сам все это регулирует но тем не менее некоторые сосуды под воздействием изменение температуры изменение влажности изменение давления во внешней атмосфере наши с вами сосуды мозга могут приходить в дисфункцию что это такое вот мы с вами видим хорошенький сосуд хорошенький сосуд расширенный прекрасный это вот эти маленькие сосудики которые располагаются нашей сосудистой оболочки мозга мы ее называем арахноиды так вот эти сосуды могут делать вот так и спазм расширенный и спазмированный поехали дальше оп и спазм да вот так вот они себя ведут и именно поэтому оп у нас с вами болит голова неприятное ощущение правда можем ли мы с вами принять таблетку анальгетика привычного нам при головной боли да можем и скорее всего она поможет но не торопитесь есть интересные способы как можно избавиться от этого спазма сосуда что мы можем с вами сделать возьмите и примите контрастный душ самый простой и легкий под воздействием разные температуры воды в которой вы будете находиться этот спазм просто уйдет есть маленькие лайфхаки как нужно принимать контрастный душ казалось бы пришел до включил горячую холодную воду и попринимал не так это все это не очень правильно есть свои критерии как нужно принимать контрастный душ представляете чему чудо контрастный душ принимать свои собственные ванны и своим собственным душ и так когда вы зашли в свою душевую кабинку первое что вы должны сделать включить воду и настроить ее на комфортную для вас температуру воды постояли под хорошим напором воды посчитали до 60 посчитали до 60 это всего лишь одна минутка дальше мы с вами начинаем поворачивать кран любой например берем горячую воду сторону усиления тепло хорошо комфортно горячо комфортно посчитали до 60 поверните кран обратно в исходное положение где вода была комфортной вам температуры и опять посчитайте до 60 теперь мы берем кран с холодной водой и делаем то же самое мы должны в этот момент повернуть кран с холодной водой усилив при этом и напор и изменив температуру в сторону более холодной пожалуйста не надо мерзнуть не надо стучать зубами и прям терпеть ни в коем случае вам должно быть комфортно холодно посчитали до 60 повернули обратно в зону комфортной температуры опять посчитали до 60 на все по минутке и мы таким образом делаем несколько раз с каждым разом ваш поворот будет все больше и больше в экран будете поворачивать чуть чуть больше чем в предыдущей на всю эту процедуру можно затратить от 10 до 15 минут если мы с вами хотим чтобы эффект был быстрым здесь и сейчас то лучше напор направлять вот сюда на макушечку на темечка если мы сами этого не сделаем то скорее всего мы эффекта не получим потому что сосуды находятся как раз таки в нашей черепной коробке и воздействовать надо именно на них что мы с вами можем сделать еще мы с вами должны немножечко потянуть мышцы шеи и головы берем наше ушко и тянемся к нашему плечу посчитали до 15 вернули в исходное положение взяли второе ушко и потянули к плечку и опять посчитали до 15 вернули в исходное положение берем наш подбородочек и тянем к плечку Потянули, потянули, растянули все мышцы шеи с другой стороны, посчитали до 15 и вернули в исходное положение. И точно так же с другой стороны. Мы берем наш с вами подбородочек и тянем его к плечу. Самая частая ошибка использовать при этом косые мышцы. То есть что мы делаем? Обычно пациент подтягивает плечо и вот так вот наклоняет голову. Это не совсем правильно. Держите плечо прямо и подбородок прямо. Таким образом вы тренируете не только сосуды, но и свои мышцы, плечи головного пояса. И таким образом в следующий раз, возможно, ваши сосуды и мышцы не отреагируют на изменение погоды. Еще одна причина, неожиданная причина развития головной боли – это злоупотребление обезболивающими средствами. И это очень частая причина, к сожалению. Когда мы с вами применяем таблетку от головной боли, то мы частенько не отмечаем, сколько таблеток было принято за месяц. А это важно, потому что если переборщить, если их будет слишком много, то мы с вами получим совершенно другой тип головной боли. Мы его так и называем медикаментозно-индуцированная головная боль. Раньше мы ее называли абузусной, то есть зависимой головной болью. Сколько можно принимать таблеток? Встает четкий вопрос. Если мы с вами говорим об обычных обезболивающих, класса противовоспалительных средств, то это не более чем 7 дней в месяц. Больше уже нельзя. Это примерно где-то 2 раза в неделю. Это дни. Это не количество таблеток. То есть в один день это может быть 2, 3, 5 таблеток. Правда? Дальше это могут быть трептаны, если вы четко знаете, что у вас мигрень. Трептан можно принимать 10 дней в месяц. Но самое важное – это дни. Мы считаем дни. Но в один день может быть несколько таблеток. И их мы тоже с вами считаем, потому что в один день пациент может принять вот такую горсть. Представляете, сразу хлобыся в мозг, да? На следующий день еще штук 15. У меня были пациенты, с которыми мы потом начинали считать, а сколько же таблеток он принимает в месяц. И обычно мы считаем все таблетки. То есть НПВП, с кофеином, без кофеина, с кодеином. Раньше очень любили принимать, хорошо работали таблетки. Но сейчас нельзя их принимать ни в коем случае. Если это количество дней больше, чем 10 в месяц, то мы с вами формируем совершенно иной вид головной боли. И мы его называем медикаментозно-индуцированная головная боль или абузусная боль. Вот здесь происходит формирование совершенно иного механизма развития боли. Здесь наш с вами головушка начинает воспринимать уже не саму боль, а таблетку. И вот эти доступные во всей аптечной сети, во всех аптеках, и трептаны, и НПВС, если их больше, чем 10 дней в месяц, приводят к перестройке центральных нейрончиков нашего мозга. И эти нейрончики у вас будут просить каждый день, а дай мне еще таблетку, а дай мне еще одну, а дай мне еще две, а дай мне еще три. Очень часто пациенты приходят и говорят, у меня раньше очень здорово работала одна таблетка парацетамола. Вот принял, и все здорово. А потом я уже принимал две таблетки парацетамола, а потом три за раз. И мне не помогло, и мне пришлось искать другую таблетку. Все правильно, потому что к этой таблетке ваш мозг уже привык. И ему, по теории зависимости, надо все больше, больше, больше и больше. Самый правильный вариант – отменить. Отменить эту таблетку и заменить ее другой. Мы часто говорим, пожалуйста, если вы сидите только там на одном парацетамоле, поменяйте ее. Та же группа МПВС, но совершенно другое воздействие на мозг. Если у нас с вами все-таки мозг уже перестроился, что такое перестройка мозга? У нас триллионы здесь нейронных связей. Мы с вами очень сложные механизмы. Мозг – это вообще отдельное существо, просто живущее в нашей черепной коробке. Мы считаем, что мы им управляем. Это не так далеко, он вообще живет своей жизнью, и наше с вами сознание – это маленькая часть работы мозга. И если наши с вами центральные нейрончики уже перестраиваются, то мы с вами начинаем изменять наше поведение, наши психические реакции. Это формирование тревожных расстройств, это формирование тех самых пресловутых панических атак, которых сейчас очень много. Это формирование плохого настроения, депрессивного расстройства. Эти состояния чаще всего родные сестры и идут по жизни вместе с нами. Для того, чтобы изменить сформированный нами же, кстати, вот этот вот рефлекс, это же рефлекс, это же дружба нейрончиков, первое, что нужно сделать – отменить. А второе – перестроить. Перестроить очень тяжело. И для того, чтобы перестраивать вот эти дружбы нейрончиков, дружбу народов, нам с вами нужно сначала их заблокировать и начать строить новые связи. Я это называю протоптать новую дорожку и забыть старый путь. Это тяжело. Такое лечение назначает только врач. Это группы селективных ингибиторов обратного захвата – серотонина и частенько серотонина и норадреналина. Это те группы препаратов, которые частенько боятся принимать наши пациенты, это антидепрессанты, и очень зря боятся. Очень-очень зря боятся. Не надо бояться назначенного врачом лечения. Это лечение не просто придуманное. Это лечение патогенетически обоснованное. Антидепрессант будет разрывать старые дорожки и позволит вам формировать новые пути. Частый вопрос – а почему так долго буду принимать? Потому что для того, чтобы изменить рефлекс, нужно очень-очень много времени. Мы обычно назначаем, если в первый раз, 6-12 месяцев. Представляете, сколько много? 6-12 месяцев – такую профилактическую терапию. Только такой срок позволит вам нарушить предыдущие, сформированные нами же с вами связи и восстановить нормальную импульсацию. Частенько бывает так, что вы просыпаетесь, и уже болит голова. Причем часто утренняя головная боль связана с напряжением в висках и в жевательной мускулатуре. И мы с вами просыпаемся, интуитивно делаем вот так. Нужно посмотреть. А вдруг у вас бруксизм? Что такое бруксизм? Бруксизм – это гипертонус и раскачанная жевательная мускулатура. Мы на самом деле с жевательной мускулатурой пользуемся постоянно. Когда мы с вами разговариваем, мы и пользуемся. Когда мы с вами что-то едим, пьем, жуем, мы всегда пользуемся этой мускулатурой. В жевательной мускулатуре относятся наши с вами мышцы нижней челюсти и височные мышцы с обеих сторон. Если вы нервничаете, если у вас какой-то стресс, то эти мышцы начинают сжиматься непроизвольно. Гипертонус и увеличение в объеме жевательной мускулатуры мы и называем бруксизмом. И во врачебном сообществе мы его подразделяем на два типа. Ночной бруксизм. Мы его знаем, как скрежет зубов. И дневной бруксизм. Дневной бруксизм вы 100% все видели, когда рядом с вами стоит какой-то молодой человек, накачанного типа. И вы видите, как он о чем-то напряженно думает и ходит с жевалкой туда-сюда, туда-сюда. Вспомнили такое? Визуально. Вот наш с вами челюсть. И наличие бруксизма можно определить даже самому. Хотя это делает либо врач-стоматолог, либо врач-невролог. Откройте широко челюсть и посмотрите на свои зубки. Обратите внимание, стесаны они или нет. Есть вот эта стесанность, как будто кто-то пилочкой походил. По верхней нижней челюсти. Обычно это видно и бросается в глаза сразу. Также мы с вами увидим так называемую линию альба. То есть вот тут вот на щечке будет такая белая полоса, тоненькая, наслизистой. И это достоверные признаки старого бруксизма. И его надо лечить. Почему же болит голова? Да потому что когда вы бруксуете ночью, жевалка ходит туда-сюда, туда-сюда, и зубки скрежетят друг от друга, то эта мышца напрягается, правда? Сильно напрягается. Вы проснулись, вроде ничего не делали, а ваши мышцы уже устали, они уже болят. Очень похоже на головную боль напряжения, правда? Но это не она, это бруксизм. И лечится он иначе. Каким образом лечить бруксизм? Стоматологи частенько изготавливают самые простые ночные капы. Это вот такая штучка, которая изготавливается специально под вашу челюсть. Она с двух сторон будет. Вы ее надеваете на свои челюсти на ночь. Если мы правильно подойдем к терапии бруксизма, их бывает несколько ступеней, то ни неприятностей с вашим зубным рядом, ни неприятностей с вашей второй половиной по ночам, ни головной боли по утрам у вас не будет. Неожиданной причиной головной боли в жару бывает недостаток жидкости. Не забывайте пить. Обязательно принимайте большое количество жидкости. Причем эта жидкость может быть любой. Я не беру в расчет кофе. Почему не берем в расчет кофе? Потому что кофе все-таки по своей структуре диуретик. К жидкостям в организме относится все, что попадает в наш организм. Это наши супы, это соки, это чай. Все-все-все, что имеет хоть какую-то жидкость. Это все жидкость. Легче всего восполнять дефицит, конечно же, простой водой. Что такое дегидротация? Это самое простое безвоживание. Когда в вашем организме недостаточно жидкости. На самом деле это очень неприятное состояние, иногда оно даже жизнеугрожающее. Что происходит в нашем организме при недостатке жидкости? Наша кровь становится гуще. Когда наша кровь становится гуще, формируются тромбы, которые могут вызывать сосудистые катастрофы. Это и инсульты, и инфаркты. Что еще формируется? Слабость. В этот момент все ваши ресурсы включаются для того, чтобы отдать тепло. Жидкости мало. Мы с вами потеем и выводим лишнюю жидкость токсины с этой жидкостью. Для того, чтобы токсины выводились лучше, нужна простая вода. Существует несколько вариантов, сколько же нужно принимать жидкости в сутки. Это строго индивидуально и зависит только от вашего организма. Минимум в сутки мы должны получать полтора литра воды. Это минимум. Если это будет больше, это будет лучше. Иногда при некоторых состояниях нам нужен больший объем, до трех, до четырех литров в сутки. Например, если вы простыли, у вас ОРВИ, ОРЗ, здесь жидкость необходима. Для чего она нужна? Мы с вами работающие существа. Мы с вами большой цельный организм. И у нас огромное количество собственных токсичных продуктов. Мы должны их выводить. Для этого нужна вода. Еще одна очень интересная и неожиданная причина головной боли. Это мороженое. Вдруг, если жарко на улице или просто захотелось, можно взять мороженое и с большим удовольствием, большими холодными кусками его съесть. И получить приступ головной боли. Пожалуйста, не делайте так. Это не значит, что мороженое не надо есть. Надо есть мороженое. Это поднимает нам уровень серотонина. Это вкусно, это здорово, это нас охлаждает. Но не надо его есть прямо сразу целиком. Давайте по чуть-чуть, по капельке. Растяните свое удовольствие и избегайте приступов головной боли из-за холода. Причину, почему же все-таки при подобном переохлаждении болит голова, не знает никто. И здесь не замерзает мозг, не отмирают от холода нервные окончания, не сужаются сосуды. Но на данный момент мы четко знаем, что есть такой вид первичной головной боли. Еще неожиданными причинами головной боли могут быть, например, переизбыток запахов. Вы посетили магазин косметики и сегодня выбирали себе свой аромат. Пришли домой и разболелась голова. Такое очень часто бывает при мигрене. И данный вид головной боли, скорее всего, является мигренью. Запахи, интенсивные запахи, не значит, что они плохие или хорошие, приятные, неприятные. Если он интенсивный и вы его чувствуете четко и явно, то вы чувствуете не первой парой, не обонятельным нервом. Эти яркие запахи мы с вами чувствуем тройничным нервом. А тройничный нерв как раз-таки является у нас с вами инициатором мигренозного приступа. Что можно посоветовать? Избегайте подобных мест. Если вы четко понимаете, что вы хотите какие-то духи, купите то, что вам уже нравилось когда-то. Или попросите вам их купить, не посещая магазин. Иногда голова болит посередине дня. И вроде нет причин. Но вдруг вы вспоминаете, что вы сегодня ничего не ели и не пили, кроме кофе. Питательные вещества должны поступать в наш организм, ну, хотя бы три раза в день. Гипогликемия, сниженный сахар в нашей крови, делает нас не такими активными, делает нас заторможенными, делает нас вялыми, депрессивными, тревожными. Именно поэтому иногда перед стрессом хочется шоколадку съесть. Если вы успели поесть не в разгар головной боли, а в самом начале осознали, что вы голодный, то, скорее всего, прием пищи избавит вас от этого приступа головной боли. Но если вы поели уже, переждав момент инициации головной боли, то, скорее всего, даже прием пищи не повлияет на развитие приступа. Что есть вашу привычную еду? Вашу привычную еду, которую вы обычно принимаете. Меньше фастфуда, меньше жирного и меньше длинных углеводов. А теперь я все-таки хочу вас немножечко напугать. Почему? Потому что бывают такие типы головной боли, которые требуют обращения к врачу, причем иногда немедленного. Наша терепная коробка, которая содержит мозг, содержит в себе большое количество неожиданностей. и иногда громоподобные головные боли бывают за счет неприятности в наших сосудах, в нашей голове. И если вы вдруг испытали странный приступ головной боли, то это может быть, ну, например, какая-то врожденная аневризма, которая вдруг стала звучать. Вот этот мешочек из сосудов в вашей голове, который вдруг стал растягиваться и давить на окружающие ткани. И если это какие-то непонятные приступы, не похожие на ваши привычные и длящиеся с нарастанием, то вдруг это может быть, например, опухоль головы головного мозга. Она медленно растет и начинает сдавливать окружающие ткани, либо вообще в них прорастать. Поставить подобные диагнозы самостоятельно невозможно. И здесь необходима диагностика и помощь врача. Существует множество мифов о головной боли. И один самый распространенный вы точно знаете. Это остеохондроз. Остеохондроз – это как будто бы неполадки в нашей шее. И очень часто мы делаем с вами ненужные методы обследования и приходим к доктору и говорим, доктор, я сделал МРТ, ну или КТ. Посмотрите, у меня остеохондроз, у меня из-за этого болит голова. Да нет, ну не болит из-за остеохондроза голова. Но поверьте мне, цифалгологу, не болит из-за этого голова. Из-за этого может болеть шея, может болеть плечо, лопатка, но не голова. Что такое вообще пресловутый остеохондроз? Это те изменения в костной ткани, в костных структурах, которые есть у всех. У 100% населения. Если вы пользуетесь своей мимической мускулатурой, у вас будут мимические морщины. Если вы пользуетесь своей шеей, у вас будет остеохондроз. И остеохондроз не является никогда причиной головной боли. Неожиданных причин головной боли огромное количество. Не просто так. Классификация головной боли, их более 400. Для того, чтобы поставить правильный диагноз, конечно, нужен врач. Не забывайте о том, что врач только он ставит верный диагноз. Если вы сомневаетесь в компетентности врача, возьмите второе-третье мнение. Сейчас это доступно. Исходя из того, что мы сегодня с вами проговорили, я надеюсь, что вы будете обращать на свое здоровье больше внимания, беречь себя и вовремя себе помогать. Посещать вовремя доктора и получать правильную терапию. Если вы заметили связь между причиной и следствием в виде головной боли, справляйтесь с нею самостоятельно. Убирайте причины, убирайте свои триггеры, и ваша голова будет болеть меньше. И на сегодня это все. С вами была я, Татьяна Виноградова, врач-невролог, кандидат медицинских наук. И увидимся с вами на телеканале «Доктор». Субтитры подогнал «Симон»